Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Global Student. Сегодня мы решили снять видео-обзор на университет Докуз Илюль. Видео обещает быть долгим, так что запаситесь вкусняшками и чаем. И, конечно же, приятного просмотра! Государственный университет Докуз Илюль расположен в Визмире, основан 20 июля 1982 года. В университете 10 институтов, 20 факультетов, 3 колледжа, 1 консерватория, 6 профессиональных колледжей, 2 практических и исследовательских больниц и 60 практических и исследовательских центров. Сейчас мы находимся у главного входа в университет и сразу же нас встречает автобусная остановка. По универу, так как территория университета очень большая, по универу ездят как и государственные автобусы, так и частные. Это имеется в виду автобусы самого университета. И они абсолютно бесплатные. Вполне сильно есть территория университета, есть такие электронные самокаты, которые вы можете взять спокойно и доехать до своего факультета. Следом, после остановки, это юридический факультет, который находится сзади меня. Если так посмотреть, сравнивать с другими факультетами, юридический факультет считается большим по габаритам и, соответственно, по количеству студентов, которые там учатся. Сейчас мы находимся возле МИМАРЛАК. Если переводить на русский язык, это факультет архитектуры. Сейчас мы зайдем внутрь и покажем, что там есть. Студенты сейчас каникулы и из-за этого факультета пустуют. Но хочу показать вам вот это, получается, макет здания МИМАРЛАК, архитектуры. Его сделали студенты. Вон там написаны, получается, их имена, кто принимал участие для этого проекта. Как я понимаю, это подарок от студентов университету. Сейчас мы уже более дальше поглянулись, получается, внутрь культетка. Здесь вот такое интересное решение, как разбавить коридор, можно сказать. И на той стороне, пойдемте покажем, на той стороне есть проекты студентов. Видимо, эти проекты они сдавали во время сессии и экзамена. Вот и их проекты, как они делают и так далее. Макет напоминает город Сельчук, который в прошлом году компания «Глуба студенцы» и «Тассара» организовали нам поездку. Очень его напоминают вот эти красные крыши, акцент на них. Ребята, сейчас мы находимся в кафетерии, центральном кафетерии университета Докаджирыр. Тут получается цельная тайна, где студенты могут прийти и купить себе разного вида еды и так далее. Тут есть донерные, лоу, вся турецкая кухня, если говорить коротко. Да, она сейчас немного пустая, потому что у студентов сейчас каникулы. Кстати, насчёт цен. Она специально сделана для студентов. Она невысокая. Чуть ниже, наверное, чем в городе. Также для студента без кофе. Конечно же, на территории специально для студентов построили филиал Starbucks. Кстати, цены намного ниже, чем в городе. И это очень большой плюс. Сейчас, ребята, мы находимся в факультете Маклендислиг, если вы переводите его на русский язык, то это факультет инженерии. Но сейчас больше внимания я хочу вам показать саму работу студентов, которые они сделали. Так, мы сейчас пришли к самому интересному, что есть в этом факультете, можно сказать, самое сердце. Это проект студентов, которые принимали участие в разных фестивалях, конкурсах и так далее. Сзади меня, получается, стоит проект. Это машина. Напишите в комментариях, я даю вам 3-4 секунды, чтобы вы написали в комментариях, как думаете, эта машина едет или нет. А пока вы отбиваете с ними, как он, в принципе, сам увидит. Я думаю, вы уже написали, что думаете насчёт этого проекта, едет он или нет. Сейчас скажу, он едет. Я сейчас прикреплю в видео, где, получается, студенты тестировали вот эту, если её можно сказать, машину. Получается, здесь есть поверх корпуса расположились солнечные батареи. Вот, получается, она едет для возглавленной солнечной энергии. Вот. И эко, эко-проекты и так далее. Вот, как вы можете видеть, тут есть баннеры, в каком же она, в проекте, в выставках она участвовала. Вот, и давайте не будем забывать то, что это всё, что вы сейчас видите, это проект студентов. Классно основать то, что ты можешь принимать участие, то, что у тебя не проходит обучение просто так, то, что ты приходишь в универ, там, сдаёшь экзамены, чисто сидишь, слушаешь лекции и так далее. То, что ты не только этим ограничиваешься, но ещё дополнительно делаешь разные проекты со своими одногруппниками. И это тот проект, которым вы работаете в конце, видит свет, занимает определённые, может быть, места в разных выставках, которые, получается, делают университет. Во время процесса создания вот этих всех проектов и так далее, это большой опыт, который очень пригодится в будущем. Ребята, как вы видите на картинке, получатся те проекты, которые вам долго показывали, принимали участие в Австралии в 2013 году. Хочется отметить, что в университете есть программа по обмену студентов «Эрасмус». Мы находимся внутри моего факультета, если ещё точнее, факультет туризма. Вот так он выглядит. Здание, хочу сразу сказать, где-то построили тоже год назад. Здание абсолютно новое. Сами для студентов есть такая новая соединение, игральная зона, где они проводят свои во время перемен и так далее. В каждом факультете, который я ещё и до показывал, и в факультете туризма тоже дополнительно получается, есть своя столовая. В каждом факультете есть своя столовая. Получается, на сайте вам выдают карточку, получается, студенскую карточку. Вы куда закидываете где-то примерно 30 лир. 30 лир, если переводите на тенге, это примерно 800-900 тенге получается. И за 900 тенге вы кушаете 5 дней в неделю. Целое меню вы можете сами выбирать. Можете выбрать, получается, если хотите в обед кушать, можете в обед или в вечерний. Получается, входит первое, второе, там, десерты и так далее. Сейчас, например, вы видите, получается, столовую факультета туризм с вот таким вот прекрасным видом. На горы. Ну вот сейчас мы находимся внутри факультета грузового снатора, факультета искусств. Давайте сейчас немного подвернёмся. Как вы можете увидеть, тут тоже есть своего рода выставки, работы студентов. Также в этом факультете обучают, получается, искусство в плане графический дизайн, дизайнеры одежды, режиссёры, сценаристы. Ну что ещё? Фортографы, да, которые, как вы видите, сзади есть там проекты, их выставку. Ещё обучают музыке. Все, в принципе, в каждом факультете есть такие мини-выставки, которые деланы для студентов. Разные виды изставок камер, фотоаппаратов и тому подобное. Да, я уверен, что они используют на своих уроках и так далее, потому что я заметил, что большинство уроков в турецких вузах больше делают уклон на практику, нежели чем на теорию по сравнению с форматом обучения страны СНГ. Что же насчёт спорта? Огромное футбольное поле. Но кроме него ещё чуть дальше, с той стороны есть большой теннис. Прямо же справа, с правой стороны у него есть две площадки баскетбольные. И ещё немного чуть дальше, для лёгкой атлетики, получается, беговая дорожка. Вам во время универа в свободное время скучно не будет, это точно. Сейчас мы пришли в спортзал университета до Кузилюнь. Тут есть баскетбольные площадки, есть площадка для волейбола, бассейн университета и так далее. Любое время, абсолютно после шести, потому что до шести обычно идут уроки в этом зале, после шести вы можете спокойно прийти и поиграть в баскетбол, в волейбол и так далее. Сейчас, ребята, мы подошли к центральной библиотеке в этом университете до Кузилюнь. Сейчас зайдём внутрь и покажем, что есть внутри и так далее. Сейчас мы заходим к Чалышмова Доса, получается, это рабочий аудитор, если вот так можно сказать, где и студент, чтобы в свободное время прийти и поработать с домашним заданием и так далее. Сейчас мы подходим к библиотеке, вообще в здании есть четыре больших кабинета, где есть книги. И так далее, да, наверное, немного тише, потом потом готовятся и так далее. По всему зданию есть четыре больших таких аудиторий, под каждую профессию, где есть книги разного характера и так далее. Вот, как видите, есть такие таблички, можете просто пройтись по рядам, найти себе нужную книгу, но если вы не можете найти и так далее, если вообще хотите узнать, есть ли эта книга в этой библиотеке и так далее, то просто посмотрите к компьютеру и вбивайте название книги, и автор и так далее она вам находит, и говорите, в каком из четырёх аудиторий она находится и так далее. Я думаю, это очень удобно и практично. И так, ребята, видео подошло к концу. Спасибо большое, что досмотрели её до конца. Обязательно подписывайтесь на этот YouTube-канал и ставьте лайки, пишите комментарии, на какую тему можно снять следующее видео. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на Instagram-страницу GlobalSounds, ведь там есть очень много информации о Турции и как поступить в турецкие вузы. Всем спасибо, всем пока! Она заряжается от лучиков солнца. Она заряжается от лучшего солнца.